День приема родителей и дошкольников состоялся сегодня, 27 сентября, в региональной приемной партии «Единая Россия» в ДК «Арктика». Это третье подобное мероприятие, которое проходит при содействии Всероссийской общественной организации «Воспитатели России», поддержке политической партии «Единая Россия» и фонда президентских грантов. На вопросы родителей отвечают начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого округа Лиана Храпова и координатор партийного проекта «Единая Россия» в регионе Татьяна Бадьян. Третий Всероссийский день приема родителей и дошкольников не случайно совпал с профессиональным праздником воспитателей. Сегодня региональные общественные приемные партии «Единая Россия» по всей стране распахнули двери для родителей, чтобы те могли поделиться своими проблемами и предложениями относительно организации процесса воспитания детей. Ненецкий округ не стал исключением. Первый вопрос, который беспокоит маму-дошкольницы Александру – организация питания в детских садах города. В каждом садике свой режим питания, ну, определен, да, в некоторых моментах и по времени, и по объему пищи, да, и само меню. Оно тоже действительно как бы разнится, да. И ребенку вот сложно переходить от одного меню к другому. Вот почему бы не сделать в дошкольных учреждениях единое меню? Кроме того, родительница предлагает пересмотреть рацион, чтобы блюда, которые подают в саду, были более адаптированы к детским предпочтениям. Безусловно, интересное такое предложение. На самом деле для департамента есть над чем поработать и подумать над чем. У нас на следующей неделе будет совещание руководителей образовательных организаций, региональное совещание в рамках Дня учителя, разные 90 лет системы образования. И поэтому, безусловно, мы готовы даже рассмотреть на этом совещании. Следующие два вопроса от родителей касались медицинского сопровождения в детских садах. В частности, семья Вокуевых обратилась с проблемой, возможно ли родителям взаимодействовать с медицинскими учреждениями, минуя руководителей детских садов. А именно решать вопросы вакцинации ребенка непосредственно с врачом, а не с заведующей детским садом. Нет именно такого четкого взаимодействия об обязанностях. То есть медицинский работник занимается медицинской частью, а работник образовательной организации занимается образованием и воспитанием детей. То есть не должно быть такого, что дети с родителями, точнее родители при поступлении в детский сад несут туда не только заявления, медицинские документы, которые они несут заведующей. Это вообще медицинская тайна. Заведующая в принципе не должна видеть, с чем болел мой ребенок. По мнению координатора партийного проекта «Единой России» в Ненецком округе Татьяны Бадьян, проблема, которую подняли Вокуевы, актуальна. А чтобы найти компромиссное решение, необходимо встретиться с представителями сферы здравоохранения. Я думаю, что на медицинских работников большая нагрузка, и я знаю, Алла Павловна Муратова, она просто их настолько оберегает, потому что на сегодняшний день она все время говорит о том, что педиатров нет, не хватка кадров. Это она и накладывается на взаимодействие. Но тема эта все равно совершенно справедлива, поэтому мы как бы на два направления разобьем. Леонид Анатольевна записала, что по взаимодействию педагогических и медицинских работников это в наших силах. Еще раз обратить внимание, заслушав хотя бы, как идет вакцинация детей. Кроме того, родители считают, что медики должны больше уделять внимание детсадовцам непосредственно в образовательном учреждении. На сегодняшний день действия врача весьма ограничены, и в случае, если ребенку действительно срочно необходима квалифицированная медицинская помощь, то оказывать ее могут только в присутствии родителей. Работа над обращениями, поступившими от родителей сегодня, будет продолжена. На нашем уровне я хотел бы провести рабочую встречу, без галстуков, неформальными, с представителями медицинской сферы и с представителями детских садов, чтобы и те, и другие озвучили, как они видят выход из ситуации, которую озвучила семья Вокуевых, например, вопрос вакцинации. И все-таки я на 70% уверен, что мы найдем выход из ситуации, как минимум, в том ключе, чтобы информировать родителей. Кроме того, Максим Арбузов подчеркнул, что необходимо проводить такие встречи не только с родителями дошкольников, но и всех учебных заведений города, чтобы сообщать решать насущные проблемы.